На часах 20.30 это первый Приднестровский и КЭП о самых важных событиях дня. И начнем с новостей из российской столицы. В Москве сегодня свои двери открыло представительство Приднестровья. Торжественная церемония. Президент Вадим Красносельский, глава МИДа Виталий Игнатьев, российские политики, парламентарии и общественные деятели, представители посольств Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, приднестровцы, проживающие в Российской Федерации. Гостей на открытии было много, как это было прямо сейчас. Представительство Приднестровья в России о готовящемся открытии президент рассказал еще в декабре. И вот на календаре 22 января. Москва, центр российской столицы. Десятки гостей. Значимое событие, так о том, что случилось сегодня в Москве, говорит президент Вадим Красносельский. Это хороший контактный центр именно нашего взаимодействия Приднестровья и Российской Федерации. В принципе, те направления, которые развиваются на сегодняшний день, это и миротворчество, и политическое взаимодействие, и экономическое взаимодействие культурно-гуманитарно-информационно, очень важны для нас. Я думаю, что именно представительство будет площадкой для дальнейшего продвижения наших связей между Приднестровьем и Российской Федерацией. Кроме этого, конечно же, наше представительство в Москве будет хорошим контактным центром для граждан Приднестровья, проживающих в Москве и вообще Российской Федерации. Необходимость представительствия назрела давно, отметил президент. Открытие предусмотрено и стратегией развития на 2019 и 2026 годы. Представительство в Москве станет центром, где будут проводить встречи и мероприятия. И самое главное – это поддержка граждан Приднестровья, которые находятся в России. Здесь же президент, представители исполнительной власти и Верховного совета, глава МИДа, будут проводить личные приемы граждан. Руководить представительством будет Леонид Монаков, опытный правовед, вице-президент Гильдии российских адвокатов. С 1997 года он занимал должность первого замминистра внутренних дел Приднестровья. Приднестровский народ любит свою родину, душой и сердцем он всегда с Россией. И проявляя волю, твердость, огромный колоссальный труд при поддержке взаимодействия с Россией, сегодня мы отмечаем это величайшее, я скажу, событие, это открытие нашего представительства. Мы планируем свою работу строить в соответствии с разработанной концепцией. Это величайший, уникальный труд, который всесторонне, полный, объективно исследовал социально-экономические условия жизни Приднестровской, Молдавской республики. Конкретные контакты, связи с Россией, экономические, социальные, культурные, образования, другие сферы. Налаживание культурных, гуманитарных и социально-экономических связей, а еще поддержание прямых контактов с органами власти в Москве, взаимодействие с общественными организациями и обмен информацией. Для России Приднестровье имеет очень большое значение, потому что это один из тех малочисленных, надо сказать, регионов, где Россия пользуется полной и стопроцентной поддержкой. И мы, конечно, чувствуем, что мы единая нация. То есть говорить о существовании приднестровцев отдельно от России или России отдельно от приднестровцев, на мой взгляд, совершенно невозможно. Мы один народ. Как отметили сегодня, представительство – это еще один мост между Россией и Приднестровьем, интеграция нашей культуры в российскую и мировую.